всем привет с вами сергей проект по и сегодня я хочу поговорить о комиксах которые вышли по вселенной звездные войны вот сколько их вышло вот такая стопочка естественно что возникает вопрос а что почитать как в этом разобраться я сам не сильно специалисты я буду судить чисто вот по своим ощущениям что мне понравилось как я разобрался в этих комиксах и так далее настоящие там фанаты будьте милосердны к моему мнению и так поехали для начала посмотрите как они выглядят вот это вот фирменный значок аисте далее идет название звездные войны и потом уже непосредственно название каждого томик вот здесь вы видите специальные такие символы что они означают сейчас расскажу таким образом помечаются какой какому периоду вселенных звездных войнах относятся данные сюжеты так и такая же такие же символы используются и в книгах которые издают другие издательства и вот собственно сейчас и начнем смотрите первый значок вот такой вот в кружке может быть символ он означает что это очень древняя история это еще до задолго задолго до событий фильма это становление вообще джедаев собственно даже первые вот эти два романа называется заряд джедаев книга 1 ураган силы и книга 2 узник бога на уже вышла 3 книга она ко мне едет то есть ну я думаю вы поймете сюжет прекрасно и пока без нее вот как выглядит она изнутри вот такой рисунок но чтобы представляли что ожидать внутри действие в этих книгах происходит задолго до вообще джедаев и здесь вообще подаются интересные истории возникновения джедаев вообще что это такое вот откуда идет деление на светлую темную силу что такое вообще сила какие вот там интересные события происходят но опять же это ответвление это вариации на тему то есть этого явно нету с фильмов она с фильмом по скидочке никак не пересекается только до общей канва какая-то взята вот поэтому это для истинных фанатов но и сам сюжетик на самом деле интересный прикольный но с оговорками оговорки в том плане что для этого совершенно не обязательно знать фильм то есть это немного побочная история далее уже вот такой вот значок мы видим и это означает что действие происходит старая республика действие в старой республике собственно даже подсказка рыцари старой республики вот книга 1 от знаменитого автора по который пишет по звездным воинам это джон джексон миллер тоже него вот такой вот сочный красивый рисунок история мне очень понравилось здесь то есть эту книжку и даже бы порекомендовал она еще тоже не пересекается с фильмом то есть задолго до событий с фильм происходит событие здесь про юного падавана который попадает ну может быть неуклюже может где-то он там что-то не просчитывает он попадает всякие интересные ситуации частности здесь вообще его подставляют и за ним начинается охотиться даже его учителя и так далее то есть вот такая интересная история ему даже помогает тот человек за которым он сам изначально охотился вот зовут его зейн незадачный такой падаван с планеты тарис вот вот такой вот вещь хорошая далее далее уже идут романы которые непосредственно пересекаются с фильмами итак две книжки это темные времена книга 1 книга 2 здесь событие происходит уже после того как ситхи победили как к власти пришел канцлер как он издал приказ 66 о том что джедаи хотели свергнуть республику и так далее и здесь джедаи вне закона то есть для них наступили темные времена за ними начинается охота и за главными персонажами за джедаями из тут мы видим дарта вейдера он здесь будет принимать непосредственное участие это роман читался интересным мне действительно он понравился как тут пересекается какие тут мысли происходят джедаев как-то выживает как они пытаются бороться кто-то не пытается бороться тот пытается как-то действовать кто-то прячется кто-то избавляется от своего прошлого в общем интересный роман то с ними вполне можно ознакомливаться они пересекаются с фильмами здесь все понятные события и не так уж много персонажей вот про за которым надо следить все понятно в этих романах то есть эти книги я рекомендую прочтению едем дальше это звездные войны дарк вейдер и тюрьма призрак для тех кто любит завершенные истории вот история дарк вейдер тюрьма призрак здесь она от начала до конца завершена здесь когда подымается в восстание против пытаются поднять восстание против императора и здесь интересный главный герой который рассказывает эту событию и на от начала до конца завершена она не сильно влияет на основные линии сюжета да но все равно тот же дарк вейдер раскрывается немножко с другой стороны но с другой стороны то что мы от него ждали тут это и произойдет вот такой вот специфический рисунок здесь появляются какие-то персонажи которых естественно нет в фильмах но все равно читать было интересно потому что опять же вот я тогда еще не был знаком со вселенной но я совсем разобрался поэтому эту комикс я этот комикс я вполне рекомендую прочтению от начала до конца завершенная история сюжет классники ну как и рисунок вещь звездные воины дарт мол и это смертный приговор специфическая такая вещь то есть ее уже надо читать если вы вот буквально только-только просмотрели фильмы разбирать в этих хитрых сплетениях потому что здесь очень много будет персонажей второстепенных которые там были и фильмы не там пересекаются и так далее плюс это все-таки трактовка немного не совпадает можно сказать с фильмом в том плане что вы если вы помните фильмы кеноби убивает дарт мола он его пополам рассекает вот а здесь же он выживает половинка его выживает и вот дальнейшие приключения происходят непосредственно с ним как он пытается там то есть это такая вариация на тему явно не попадает под общую канву сюжета он относится к легендам вообще вы заметили что практически и практически а все они относятся к легендам легендам вот этот значок это значит что сейчас события во власти диснея и как там развиваться будут это решает только они но но все-таки вышел на русском языке один из комиксов который без значка легенды то есть он как раз является обязательным для тех кто смотрит сериал то есть это каноническая вещь и здесь дарт мол сын датамира называется вот с таким вот он рисунком идет и здесь уже очень много пересечения с персонажами из основной трилогии здесь есть игра в дуку здесь есть и другие персонажи которые по ходу фильма появляется то есть вот с этой книги уже надо разбираться непосредственно посмотрев фильм я когда первый раз его читал вот наверно один из первых я начала читать думал ну нет легенд надо разбираться но я ничего не помню из основных фильмов поэтому тяжело шел но теперь просмотрев заново все части и прочитав уже больше литературы читать было гораздо интереснее я уже понимал кто с кем в каких взаимоотношениях там и так далее поэтому подведу итог и так этот роман хоть не относится к легенду не относится к легендам он относится он кронически то есть относится к основным циклам его читать обязательно тем кто вот погружается вселенной то есть уже подсмотрел полностью все части фильма эта вещь и не темные эта вещь это торпедеры и тюрьма призрак самостоятельный роман его можно читать даже не вникая в даже не посмотрев собственно даже звездные войны можно спокойно прочитать от роман получить удовольствие дарт молд смертный приговор это вариант на тему это скорее для истинных фанатов вот которые хотят просто собрать полную коллекцию не прочитав его вы ничего не потеряете то есть просто для тех кто уже коллекционирует темные времена хороший отличный роман он хорошо раскрывает дарта вейдера как персонажа дополнительные всякие его мысли задумки и так далее что происходит с ним ну плюс побочные персонажи вообще интересное события как повороты повороты сюжета очень даже интересно неожиданно происходит то есть очень даже стоящие вещи далее рыцари старой республики надо ждать остальных томов потому что говорят что дальше еще будет круче еще лучше будут развиваться пока вышел только первый тон ну будем ждать остальные тома и заряд джедаев но это вариации на тему то есть если вы хотите почитать как все зарождалось в одну из версий как произошли джедаи появление ситхов опять же ну тут ситхи пока еще не появляется вообще как делится в сила на темную и так далее вот можно и тоже прочитать но опять же ее можно смело пропускать если вы интересуетесь только вот конкретно звездными войнами все что связано с фильмом на этом все мое мнение на комиксы звездные войны которые сейчас вышли завершено надеюсь я вам чем-то помог разобраться читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока